МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости. В студии Горь Белышев. Здравствуйте. Бой в Запорожской области. Грабители устроили перестрелку с полицейскими во время нападения на инкассаторскую машину. Один из нападавших убит. Трое задержаны. Прокуратуре утверждает, что злоумышленники, бойцы одного из добровольческих батальонов, больше знает Олег Притыкин. Нападение на инкассаторов произошло 15 июля возле села Малая Токмачка. Инкассаторский автомобиль с 4 миллионами гривен расстреляли из автоматов неизвестное. В ответ был открыт огонь, и нападавших удалось обезвредить. Правоохранители перекрыли дорогу и оцепили район. Приехал после совершенного преступления, приехал для охраны вот этого вот места. Во время перестрелки ни инкассаторы, ни спецназовцы не пострадали. Грабители попали в засаду. Так завершилась спецоперация полиции и СБУ, рассказали в областной прокуратуре. Там произошел бой, настоящий бой с применением оружия и с той, и с другой стороны. На месте происшествия изъяты два автомобиля, которые использовались для нападения. Изъяты автоматы, пистолеты, гранаты, два гранатомета и пулемет, большое количество оружия. Проведены обыска в некоторых местах. Знаю, что изъята мина. На поле обнаружена радиостанция. С кем связывались грабители, выясняют следователи. Одного из нападавших застрелили, двоих ранили. В субботу один из них умер в больнице. Еще один пытался убежать, но его нашли в поле и задержали. В прокуратуре подозревают, что злоумышленники служат в Нацгвардии, в одном из бывших добровольческих батальонов. Он расквартирован в Донецкой области. Там уже провели обыски. Есть документы о том, что это один из добровольческих батальонов. Причем те, которые живые, называются тоже представителями этого батальона. В следствии только в самом начале, раз задержаны не все поисково-розыскные мероприятия, проводятся по сию минуту. Следователи вышли на след грабителей несколько месяцев назад. Членов преступной группы подозревают в других нападениях на инкассаторские машины и банки. По словам прокурора области, один из задержанных налетчиков на допросе признался, что это он бросил гранату в патрульных во время ограбления банков Запорожье в апреле нынешнего года. Тогда пострадали двое полицейских. Всем участникам банды грозит пожизненное заключение. Дмитрий Злачевский, Олег Притыкин, Иван Демяненко, Игорь Бахиркин, ТВ5. Осторожно, холера! На днях в Запорожье области был зарегистрирован случай этого заболевания. У шестилетнего жителя Мелитополя выявили типичные признаки особо опасной кишечной инфекции. Лабораторные исследования подтвердили наличие в организме возбудителя холеры. По версии медиков, заражение произошло вследствие купания ребенка в реке Молочной. От госпитализации мальчика родители отказались. Врачи провели необходимое лекарственное лечение ребенку и профилактическое его близким. По словам специалистов областного лабораторного центра санэпидслужбы, здоровью больного на данный момент ничего не угрожает. Еженедельно проводится контроль качества воды во всех открытых водоемах региона. У этого ребенка выделен агрулентный штамм. Что это означает? Это означает, что, первое, данный возбудитель может вызывать инфекционное заболевание, но, первое, с менее тяжелой клиникой и менее распространенной. То есть, он хруповые вспышки вызвать не может, но один или несколько человек заболеть могут. Медицинская оптимизация. До конца этого года в четырех больницах Мелитополя будет сокращено более полусотни медиков и порядка 160 койко-мест стационарок. В следующем году, согласно постановлению Кабинета министров, Мелитопольский коечный фонд уменьшится еще в два раза. Подробнее далее в сюжете. В Мелитополе будет очередное сокращение медицинских работников и коечного фонда. В целом, поясняют в Горздраве, сократить придется больше 60 штатных единиц. А количество стационарных кроватей уменьшится на 17%. Менять место работы придется младшему и среднему медицинскому персоналу. Врачей сокращение пока не коснется. По среднему и младшему медицинскому персоналу там не удалось нам обойтись без потерь. Но это минимальные потери, потому что планировали сократить 47 физических лиц. Сейчас сокращается всего 10 физических лиц. Это все люди пенсионного возраста, остальные люди трудоустроенные на другие вакантные должности. Для руководителей медучреждений города подобное сокращение не станет новостью. Процесс реформирования медицинской отрасли запущен еще несколько лет назад и остановить его уже невозможно. И пока Мелитополь находится лишь на стадии формирования госпитальных округов, сокращения согласно постановлению правительства будут продолжаться. Согласно постановлению Кабинета министров, это 60 год на 10 тысяч. Не существует норматив, который мы обязаны в регионе вывести на этот норматив. Мы стараемся вести этот процесс так, чтобы никто не оказался уволенным, работоспособного возраста, чтобы они не оказались за пределами работы. Что касается пациентов, то они никаких изменений не ощутят. Будут сокращены койки круглосуточного пребывания. В дневном стационаре все останется по-прежнему. Если возникнет неожиданный вопрос повышения спроса на стационарное лечение, потребности населения, то мы готовы организовать дополнительную смену в дневных стационарах и пролонгировать их работу, чтобы не было ухудшения качества и доступности. До января 2017 года коечный фонд Мелитополя будет уменьшен на 428 мест. Вероятно, что вторая волна сокращений коснется и врачей. Но пока этот вопрос только отрабатывается. Юлия Пасько, Олеся Бручок, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. На территории воинской части номер 3029 военнослужащие нацгвардии приняли присягу на верность украинскому народу. Всего 189 человек. Большинство будут проходить срочную службу, но есть и семеро контрактников. Среди них и одна девушка. По словам полковника нацгвардии Александра Хоменко, солдаты-срочники не будут служить в зоне АТО. Всего же присягу приняли представители восьми регионов Украины. Запорожской, Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Винницкой, Харьковской, Закарпатской и Львовской областей. Після проведения до військовой присяги особый склад будет распределен по подразделам частины. И в подразделах они начнут удосконалювать те навыки, которые они достигли под час проведения курса. Військовослужбовцы строковой службы, согласно указу президента, не попадают в зону АТО. «Читай герою» акция под таким названием стартовала в Запорожье. Ее символом является библиобус, своеобразная библиотека на колесах. Именно там каждый желающий сможет прочесть свои авторские стихи на тему патриотизма и героизма и посвятить их как бойцам АТО, так и простым украинцам. В библиобусе, который расположился в парке Дубовая роща, уже имеется около сотни книг. С каждой связана какая-либо история. Акция продлится до конца лета. «Украина и запрошу вас на нашу долю в библиобусе». «На акцию «Почитай герою» запросили запорізьких поетів і літераторів, які або випускали вже свої твори на підтримку АТОшників і захист України, або ж, наприклад, вони просто хочуть спробувати себе вперше на цьому попрощу. І таким чином вони можуть почитати як бійцям, так і всім оточуючим. Библиобус працює 10 годин на добу. З ранку до вечора можна будь-який день прийти, почитати, залишити свої книги або продикламувати свою творчість. «Запорожська дуга» в Центральном парке культур і отдыха Дубовая роща прошел праздник, приурочений ко Дню Миротворців. Його особенністю стала танковая битва по мотивам одной популярной онлайн-игри. І хоча боеві машини були ігрушками на радиоуправлении, все желаючі могли почувствувати себя настоящими танкистами. Подробні – в сюжеті Діаны Клачко. Одно поле і 4 танка. А пока участники демонстрирують получені на комп'ютере ігрові навыки, остальні внимателі наблюдають за їх дістювами. Не нарушають ли вони? Ми рішили організувати декорации под Втору мирову війну, в которой будуть участвувати танки на радиоуправлении с пневмопушками, які стріляють шариками пластиковыми. Полністю імитувані под Втору мирову війну. Данна модель – це «Тигр» или Т-4. Йогор уверяє, проигравших в цьому бою не буде. Це чисто для удовольствия. Нікаких победителів, нікаких проигравших. Це чисто, щоб люди получали удовольствие від игры. Придумати і собрати всі декорации Йогору допомагала його супруга Анна. Ми самостоятельно своїми руками зготавляли всі декорации, які там є, починаючи від кустів, закінюючи всі построеннями. Вовремя игры танки не разломались. Тем не менее організатори уверяють, в скором времени нюанси будуть исправлені. Улучшат і качіство гри. Все, хто не успел поіграти, змогут це зробити на протяжній всього літа, здесь же, в Дубовой роще, уже на новой гровій площадці. Ми хочемо взяти за основу, є игра World of Tanks, і ми хочемо повністю імитувати їхні карти, дабы люди, які грають в цю игру, приходили і могли не тільки на комп'ютере поіграти, а ще й в натуральному, реалістичному мере займатися цим. Кроме битвы танков, организатори обустроили здесь развлекательну зону для самых маленьких жителей Запорожья. С ними играли фея і роботи-трансформери. Самі активні получили призы і билеты на аттракціони. Марія Маркеляна, Диана Клочко, Юрий Васильченко, ТВ5. На высоте 200 метров і без страховки запорожские екстремалы снова покорили самый высокий башенний кран в Україні. При этом вони не просто на нього взобрались, но ще посидели на вершине і повісили на руках. Снимали все це действо при помощі беспилотника, що заставляє молодих людей рисковати жизнью, узнавала Татьяна Глебова. Константин уже несколько раз забирался на самый высокий башенний кран в Україні. Говорит, не гонится за екстримом і новими ощущениями. Парень-фотограф. В погоне за ефектним кадром молоді люди даже рискнули повісити на руках. Ідет упор, главный на феноменальну ісключительність цього всього события. Места, які недоступні стандартному обозревателю, стандартному человеку фотографій, які получаються і тому подобне. Руфери в переводе з англійського – те, хто залезають на крыши. Этот вид екстрима незаконен, поэтому екстрималу сначала несколько дней наблюдають за объектом, выбирають подходящее время, когда охрана наименее бдительна. Запорожье своеобразной меккой для любителей острых ощущений стали недостроенные мосты. Руфери часто погибают прямо во время съемки. Здесь нет страховочных тросов і мер предосторожності. Действительно, это опасно, то это лучше не делать. Это не стоит повторять, потому что кто-то делает это по недостатку ума, а кто-то делает это, скажем, переизбытка ума. В очередной раз забраться на кран и снять видео Константин решил после просмотра видеоролика в інтернете. На нем башенный кран покоряет руфер із Києва. Ты тоже жив. Мы оба живы. Мы сделали это, дядя. Братан. Среди руферов очень много подростков, стремящихся показать, на что они способны. Для Константина подъем на кран – своеобразный способ расслабиться. Когда ты находишься где-то в таком месте неординарном, у тебя кристаллизация, восприятие происходит от решения. Это позволяет расслабиться, настроиться на какую-то гармоническую волну. Это своего рода такой отдых. Татьяна Глебова, Дарья Зырянова, ТВ5. Это все новости к данному часу уже в 19.00. Смотрите. На работу в вышиванке. Новый коммунальный перевозчик в Запорожье. Бесценный автомобиль. В областном центре отметили юбилей запорожца. Два золота и три бронзы – удачное выступление запорожских мастеров Тхэквондо на престижном турнире в Корее. Если вы мечтаете объездить все страны мира, то программа «Мастер путешествий» поможет сделать выбор, куда отправиться в первую очередь. Смотрите новую серию сразу после выпуска новостей на ТВ5. И напоминаю, актуальные новости города и области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова